Катя Александр Михайлов родился в Москве в семье московских интеллигентов. Его дед в царское время был человеком небедным и имел собственную гостиницу. Проживал в большой семикомнатной квартире на Каляевской улице, которая после революции была уплотнена, сместив бывшего хозяина и его семью в одну из комнат. Отец Александра, Александр Иванович, был служащим. Мать Анна Николаевна Ушакова работала корректором в одной из московских газет и воспитывала двух детей, сына и дочь. С 1930 года Александр учился в средней школе номер 181 и был одним из активных ее учеников. Исполнял обязанности вожатого над шестиклассниками, занимался в драматической школьной студии и входил в бригаду по ее оформлению. По окончанию школы осенью 1940 года Александр Михайлов поступил на актерский факультет в ГИКО, но в связи с началом войны успел закончить только один курс. С июня по август 1941 года вместе с другими студентами он выезжал на трудовой фронт. Вернувшись в Москву, до октября продолжал учиться и снялся в небольшой роли Франтишика в боевом киносборнике. Но затем вынужден был оставить институт и вместе с отцом уехал сначала в Свердловск, а затем на станцию Верхневенск. Там Александр работал на строительстве военного завода в качестве лаборанта, но уже через 4 месяца, 26 марта 1942 года, ввиду острой нехватки актерских кадров, был вызван в Сталинобад в место эвакуации киностудии «Союз Дедфильм», где сразу же был зачислен в актерский штаб и задействован в кинопроизводстве. Снялся в одной из главных ролей у Льва Кулешова в фильме «Мы с Урала», а также в эпизодических ролях картин «Лесные братья» и «Март-апрель». В ноябре 1943 года Александр Михайлов к паре эвакуации вернулся в Москву. Продолжая оставаться штатным артистом «Союз Дедфильма», он принял участие в фильмах «Небо Москвы» и это было в Донбассе. Но, видимо, ощущая пробелы в профессиональном актерском базисе, решил продолжить прерванную войну учебу. Только теперь его взоры были устремлены на школу-студию «МХАТ», куда он и был зачислен в октябре 1944 года. Попал в ее второй набор и учился вместе Алексеем Покровским, Мариной Ковалевой, Евгением Жаровым, Андреем Горчаровым. После окончания школы-студии «МХАТ» в 1948 году Александр Михайлов, в отличие от некоторых своих однокурсников, в прославленной сцене предпочел труппу Центрального детского театра, поскольку был приглашен туда сразу на главную роль — Санни Григорьева в инсценировку романа «Каверина. Два капитана». Примера спектакля состоялась 6 ноября 1948 года и имела большой зрительский успех, а исполнитель главной роли сразу же приобрел известность в театральных кругах. Через 7 лет эту же роль Михайлов исполнил и в кино, ставшую одной из самых лучших в его кинобиографии. Помимо Сани Григорьева, на сцене детского театра Михайлов также сыграл майора Добрынина в пьесе Сергея Михалкова «Я хочу домой», Дубровского в пьесе по Пушкину, Ичацкого в «Горе от ума» Грибоедова. В начале 50-х годов Александр Михайлов вернулся в кинематограф, который когда-то ввел его в актерскую профессию. Сначала это была небольшая роль учителя Тихона Ивановича. В детской картине Алеша Птицын вырабатывает характер. Следом за ней последовала одна из центральных ролей в фильме Ивана Пырева «Испытание верности», но закрепил интерес к Михайлову киноактеру фильм «Два капитана», имевший, как и когда-то спектакль, большой зрительский резонанс. После этого на Михайлова сразу же хлынул поток однотипных предложений, не всегда ему интересных. Этим, наверное, и объясняются его дальнейшие редкие появления на экране. Лишь 1957 год принес ему сразу две заметные роли – клоуна Анатолия Дурова в фильме «Борец и клоун» и роль археолога Евгения Бурова в картине «Неповторимая весна». После этого актер полностью сосредоточился на театре, всего лишь дважды, не считая телеспектаклей, позволив себе появиться перед камерой. Вероятно, желая расширить свой актерский потенциал, в 1953 году Александр Михайлов перешел во МХАТ имени Горького, где выступал в лирико-романтических и драматических ролях, требующих сложного внутреннего перевоплощения. Среди них Лермонтов, принц Флоризель из Шекспира, Бобщинский из спектакля «Ревизор по Гоголю» и Чебутыкин по пьесе «Три сестры» Антона Чехова. В жизни Александр Михайлов обладал сложным характером, был человеком некоммуникабельным и не всегда уверенным в себе, скромным, сторонившимся от шумных компаний. При этом он любил дом и уют, и был хорошим семьянином. Первой его женой была художник по костюмам Наталья Ифанова. У них родилась дочь, которая, как ее мать, рано ушла из жизни. Со второй супругой, актрисой Анной Анатольевной Горюновой, Михайлов познакомился, работая во МХАТе. В 1960 году в их семье появился на свет сын Анатолий. После прихода в художественный театр Олега Ефремова, Александр Михайлов оставался с ним в хороших отношениях, поскольку знал его еще со времен учебы в школе-студии МХАТ и совместной работе в Центральном детском театре. Ефремов не раз занимал его в своих постановках, а в 1985 году доверил ему роль Телегина в «Дяде Ване по Чехову». Поэтому, когда в 1987 году случился раскол театра, это буквально подкосило Михайлова. Олег Николаевич не позвал артиста в свою труппу, а любимую им роль Телегина передал Вячеславу Невинному. Александр Михайлов остался в труппе Татьяны Дорониной, где внутренняя обстановка была для актера не самой благоприятной. У него начались проблемы со здоровьем, вылившиеся в онкологическое заболевание и вследствие этого – уход со сцены. Последние два года жизни Александр Александрович тяжело болел, перенес операцию, не принесшую ему ожидаемого облегчения. Перенапряжение, нервозность сыграли свое дело, у Михайлова случился инсульт, приковавший его к постели. Он медленно угасал и скончался, не дожив чуть более полугода, до своего семидесятилетия. Александр Михайлов похоронен вместе с родителями жены на Новодевичьем кладбище. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok